Инфляция с нами надолго, констатирует Набиулина в интервью Financial Times. По ее словам, Центробанк с 2014-го пытается регулировать рост цен, но в условиях низкой инфляции гражданам довелось пожить недолго. У населения не хватает доверия к регулятору, жалуется Набиулина и прогнозирует. К инфляции в 4-4,5% страна вернется не раньше 2022 года. Пока же она 6,5%, а в некоторых отраслях и все 30%. Собянин утверждает, одна из причин инфляции – нехватка мигрантов. Центробанк тем временем снова пытается умерить аппетиты банкиров. С 1 октября планируется ужесточить условия выдачи потреб кредитов, чтобы сделать их менее рентабельными. Это уже второе за год закручивание гаек. Несмотря на это, только за июнь банки раздали потребительских займов на 622 миллиарда рублей. Треть заемщиков отдает банкирам больше 80% заработка. Коллекторы на этом фоне сообщают, каждый шестой должник может столкнуться с проблемами при попытке выехать за границу. Это больше 7 миллионов человек. А в Госдуме снова рассмотрят введение талонов. Теперь уже не только на продукты, но и на лекарства. Адресаты – примерно 17,5 миллионов человек, живущих за чертой бедности. Пока в стране начались выплаты пособий в 10 тысяч родителям школьников. Российские миллиардеры с начала года разбогатели почти на 40 миллиардов долларов, сообщает РБК. Больницам разрешили использовать лекарства, купленные самими пациентами или полученные от благотворителей. Раньше за это наказывали штрафами, но, по словам экспертов, в фонде обязательного медстрахования уже давно не хватает денег на покупку препаратов. Теперь дефицит можно снизить за счет граждан и фондов. Ковид снова обрушился на Азию и Австралию. Рекордная заболеваемость в Японии, Таиланде, Малайзии и австралийском Сиднее. В Олимпийском Токио режим ЧС продлили до конца августа. В Бангладеш открылись швейные фабрики западных брендов. В стране теперь транспортный коллапс. 4 миллиона человек пытаются срочно попасть на работу. Во Франции на выходных 200 тысяч вышло против введения ковидных паспортов. В Штатах новый эпицентр Флорида. Там за месяц число заражений взлетело в 20 раз. Штат одним из первых снял карантин. Республиканцы из Палаты представителей США утверждают, вирус утек из лаборатории в китайском Ухане. И этому есть некие доказательства. В России июль стал рекордным по смертности от ковида. В среднем за сутки умирало 757 человек. Предыдущий максимум был в декабре. 551 летальный случай в день. Продолжаются споры между Росстатом и Оперштабом. Статистика жертв пандемии расходится в полтора раза. На границе с Афганистаном начались российско-узбекские учения. Позже к ним присоединятся военные Таджикистана. Москва решила увеличить свой контингент на маневрах почти в два раза. В самом Афганистане талибы штурмуют провинциальные столицы. Боевики на подступах к Герату и Кандагару. В обоих городах закрыты аэропорты. Четыре человека погибли при ЧП на химкомбинате Каменский в Ростовской области. Еще трое в больнице с ожогами в крайне тяжелом состоянии. Авария произошла на прошлой неделе. В цеху отказала автоматика и чинить ее отправили бригаду рабочих. В Минпромторге, которому теперь принадлежит бывший советский завод, заявили, что людей запускать в помещение было нельзя. Москве не нужен генплан, заявил Собянин, назвав советскую систему развития города Кандовой. Вместо этого городу нужен некий мастер-план, который, по словам мэра, является не документом, а процессом. Причина – Москва каждые 10 лет увеличивается на миллион человек, а столько промзон и заводов городу не нужно. Зато нужно больше жилья. Панельные спальные районы уже заменяются современными кварталами. Красная книга стране тоже не нужна. С 1 августа в России вступили в силу поправки в законы об охоте и о животном мире, которые позволяют в исключительных случаях убивать краснокнижных зверей. Разрешение будет выдавать Росприроднадзор, но и запрет на отстрел теперь оформить станет сложнее. Зоозащитники уверены, законы оставляют лазейку для легализации ВИП-охоты. Не нужны и выборы. Политическая активность граждан упала до минимума за 17 лет, заявили в Овциом. Участвовать в голосовании готовы лишь 22% россиян. Одновременно растет число тех, кто готов или уже участвует в общественной жизни. Таких больше половины опрошенных. Рейтинг «Единой России» в канун выборов ниже 30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова